С бездомными собаками в Лямбере боролись всегда. И отстреливали, и травили. После принятия закона о жестоком обращении с животными, страсти поутихли. Однако на прошлой неделе конфликт между лямберцами и защитниками животных разгорелся вновь. В местной группе ВКонтакте некоторые жители начали высказываться о необходимости уничтожать бездомных животных. Писали женщины, мужчины гневные комментарии, что развелась куча собак, что они нападут на детей. Хотя ни одного случая такого не было, чтобы бродячая собака укусила. Был случай, что сорвалась с цепи собака домашняя, напала на женщину, она не покусала. И все жители обозлились на бродячих собак, грозились отравить, призывали к травле. Волонтеры пытались не вступать в скандалы, даже не думали, что животные начнут гибнуть так скоро. Однако 26 октября возле конечной остановки в людном месте нашли первое бездыханное тело. У меня мама, она пришла, то есть расстроенная, плачет. Просто этих собак, ну правда, ну все любили, они безобидны, они играли с детьми. Она сказала, что вот валяется, вот здесь вот собака. Вот я очень расплакалась, написала, вот в марте мы пришли сюда, вызвали участкового, он приехал, написали заявление. Позже защитницы нашли еще три тела собак. Девушки уверены, это не случайность. Отравление было умышленное. Пытались отвезти животных в клинику на экспертизу, но выходные учреждения не работают, а в понедельник вечером тела пропали. Три дня жители Лямберя, взрослые и дети видели, как умирают собаки и проходили мимо мертвых животных. Как нам сказали, что женщина ходила вот и кидала траву, здесь вот она кинула, ему он съел, и ему моментально просто, можно сказать, стало плохо. Он начал биться, метаться, но он то есть мучился при этом. Это же такие муки. Я тоже в детстве увидела один раз, как умирает собака отравленная. Это очень страшно, очень. Куда пропали тела, волонтеры узнали. Их просто сложили в мусорные мешки и выбросили в контейнер, прикрыв осенней листвой. Причин произошедшего девушки не понимают. Говорят, собаки были умные и добрые. Не было случаев, чтобы они бросались на людей. Некоторые боялись, что это может произойти, но в основном их любили и подкармливали. Конечно, ругаются, что вот около магазина, но мы где-нибудь вон около помойки, там это, но мы выносим, собачкам кормим. Да, хлебушка, да. Жалко, конечно, себя отравили. Видела, вот около птицы там лежала сзади, на углу где тробы. И еще вот около остановки, там вот как идешь на остановку, тоже вдоль трубы беленькая была. Я только двоих видела. Ну, жалко, конечно. Сейчас по лямберю разгуливают порядка пяти собак. Некоторые из них не бесхозные, на самовыгуле. Волонтеры боятся из-за их жизни. Всех животных стерилизуют и пытаются пристроить. Недавно двух собак отправили в приют Ульяны Наумовой. Волонтерам просто не хватает времени найти бездомным хозяина. Если бы мы знали, что есть агрессивная собака, мы бы в первую очередь ее бы собрали. А это мы пытались им найти дом. Даже вот этот, который отравили большого, мы искали ему дом. То есть осталось там, посты выкладывали о пристройстве. И вот вроде бы одна женщина заинтересовалась, но мы не успели. О ситуации знают в сельской администрации. Отловом бездомных животных и перевозкой в приют занимается компания «Горизонт». Мы их вызываем, они их отлавливают и увозят. А чтобы отравить или что-то к этому вообще отношение не администрации. Это кто-то, наверное, из местных жителей. Очевидцы произошедшего написали заявление в полицию. Надеются, что виновные будут наказаны. И такого больше не повторится. Согласно 245-й статье, у КРФ о жестоком обращении с животными за причинение смерти нескольким животным виновным грозит наказание. От штрафа до пяти лет лишения свободы. Марина Солонина, Евгений Фроукин. Народные новости. Лямберский район.